Министерство финансов России осуществило выплату купонного дохода по еврооблигациям. Это означает, что ближайший дефолт, который так пророчили после введения пакета санкций, переносится на долгое время. Интернет-эксперты уже уверены в дефолте и вовсю анализируют по этому поводу в социальной сети TikTok. А люди вообще имеют разное мнение. Кто-то уверен в наступлении дефолта, а кого-то совсем не волнует данная тема. Но как же на самом деле обстоит ситуация? Совпадает ли реальное экономическое положение с мнением людей? Правительство сказало, что провело платеж по внешним долгам, выплату процентов. И по разным сведениям получается, что в ближайшее время возможность выплачивать деньги по внешним долгам будет сохраняться. Со словом дефолт у людей не самая приятная ассоциация, ведь события 98-го года повлекли за собой тяжелейший кризис. Но будет ли повторяться ситуация при потенциальном дефолте нового времени? Что же ждет экономику России в недалеком будущем? Как относятся люди к слухам о возможном дефолте? И значит ли что-нибудь он для обычных граждан? Самый главный совет это не впадать в панику, не совершать эмоциональных, необдуманных, импульсивных финансовых операций. Не нужно закупать лишнего, то что вам действительно не нужно. И нужно жить как жили и быть осторожным с финансовыми операциями. Напомним, что правительство России уже подготовило комплекс антикризисных мер более чем на 1 триллион рублей.